Сегодня же глава республики решил посмотреть, как дорожные службы устраняют последствия недавнего снегопада. Михаил Игнатьев проехался по городским улицам. Первая остановка – автомобильный мост на проспекте Мира. Дорожные службы здесь расчищали бордюры и пешеходную зону. В последние дни погоду бросало из крайности в крайность. После снегопада пришло потепление. Тротуары покрылись большим слоем льда. Рабочие расчистили дорожки. Большой трудовой десант сегодня был задействован на уборке парка Победы. За несколько часов они вывезли отсюда большое количество снега. Михаил Игнатьев поблагодарил коммунальщиков. Рабочие попросили оценить их труд по достоинству. Глава республики поручил руководству предприятия увеличить своим сотрудникам премии. Пожаловались дорожники и на то, что в рабочее время им отказывают в бесплатном проезде. У нас спрашивают справку, бумажку какую-нибудь, чтобы доказательство. До свидания? Что вы работаете? Да, да. Но надо бы писать. Это же элементарно просто сделано. Вот. А то, говорит, никакого доказательства у вас нет. Надо сделать. Подтвердить документы. Раз документов нет, конечно, вы сами бы работали кондуктором, то же самое проводили бы. Давайте узаконьте тогда. Хорошо. А то они как зайчики сейчас получаются. Это надо узаконить. От гололеда днем удалось избавиться не везде. На подступе к обелиску павшим воинам Михаил Игнатьев увидел слишком скользкие тротуары. Мир и прокурорские регионы пойдут. Ну, не сейчас, вы потом определитесь. Надо принять мир и, соответственно, сделать. Компьютер, я. Ознакомился глава республики и как городские власти готовятся к новогодним праздникам. Мэр столицы доложил Михаилу Игнатьеву, что на Красной площади скоро начнет свою работу уличный каток. Откроется резиденция Деда Мороза. Большую елку здесь уже установили. Продолжение следует...